Добрый день в эфире телеканала Югра. Новости с вами Дмитрий Пришвицин. В этот момент в лесах округа действовало 39 пожаров на площади превышающей 9 тысяч гектаров. Всего с начала пожароопасного сезона специалисты потушили 153 ландшафтных и 449 лесных пожара на площади 25 тысяч и 47 тысяч гектаров соответственно. Кроме того, было ликвидировано 6 возгораний на особо охраняемых природных территориях на площади около 500 гектаров. За неделю в Югре потушили более 10 тысяч гектаров горящего леса. Всего в тушении задействовано 248 человек авиалесоохранной Югры, Центра спаса Югории, Главного управления МЧС России по Югре, арендаторы и добровольцы. Авиация постоянно регулирует югорские леса. Сейчас на территории округа тушат 12 лесных пожаров на площади около 2,5 тысяч гектаров. Из них 6 локализовано на площади почти 2400 гектаров. Главной причиной возгораний являются грозы. План по авиации сегодня. 14 самолетов на мониторинге и 5 вертолетов по вывозке людей. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Минпромторг России готов оказать поддержку в создании новых и развитии существующих технологических парков в Югре. Об этом во время рабочего визита в наш регион рассказал министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров. В Сургуте заместителю председателя правительства продемонстрировали технологии и продукцию резидентов индустриального парка Югра. Этот кластер работает чуть больше двух лет и сейчас в нем состоят 13 компаний. Кто-то выпускает штучную и узкоспециализированную продукцию. Например, тюнингует машины петербургского тракторного завода под потребности западно-сибирских нефтяников. А кто-то уже успел выйти на промышленные обороты. Работу в две смены и штат в более чем 60 сотрудников. Индустриальный парк – это не только аренда помещений по льготной цене, но и возможность продвижения, помощь в поиске заказчиков и материалов. Поддержку таким кластерам в России оказывают региональные фонды развития промышленности. По условиям они могут привлекать 90% федерального финансирования. А это, по словам Дениса Мантурова, около 15 миллиардов рублей в год. Невзирая на то, что Хантамансийский регион является в первую очередь нефтегазовым регионом, но нефтегазовое машиностроение и сопутствующее этому направлению в обрабатывающей промышленности также активно развивается. Но одно только то, что уже сформировано 7 индустриальных парков, 2 еще формируются, из них 4 находятся в реестре Минпромторга, и еще 2 технопарка, и один формируется. Говорит о том, что индустриальное развитие находится в одном из приоритетов региона. Это наше с вами устремление по расширению возможностей для югорчан заниматься в различных отраслях экономики профессионально видами деятельности. Вот этот вот кластер промышленности инженерной деятельности, он в данном случае получил практическое подтверждение. И наше движение по открытию возможностей по формированию новых отраслей экономики в нашем регионе в настоящее время, так или иначе, мы сегодня видели, что да, это возможно, больше всего это крайне востребовано государством. В Минэкономразвитие России признали паблик фонда поддержки предпринимательства лучшей интернет-коммуникации. В соцсети ВКонтакте «Мой бизнес» Югра подписано 22 тысячи человек, это треть от всех предпринимателей округа. За прошлый год в сообществе специалисты опубликовали около 600 постов, их посмотрели более трех миллионов раз. Все это полезная информация о мерах поддержки и мероприятиях для бизнеса. Добавлю, меры поддержки предпринимателям оказывают в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». У нас самый обширный обхват наших подписчиков. В ВКонтакте у нас уже более 22 тысяч подписчиков, при условии того, что в округе порядка 60 тысяч предпринимателей. У нас доступный интерфейс, наш сайт прошел некоторую модернизацию. Жюри оценили нас как самым лучшим интернет-порталом. Мы добавляем все новые меры поддержки, которые реализуются в муниципалитетах, институтами поддержки бизнеса. Также все меры поддержки, которые инициируются другими департаментами. Журналист и радиокомпания Югра вернулся с Донбасса. На протяжении двух недель Михаил Светышев работал на новых территориях, общался с военнослужащими и жителями, чтобы потом рассказать об этом зрителям нашего телеканала. О том, как прошла командировка коллеги и что его поразило там больше всего, расскажет Регина Гауфе. Очень удобная штука. Это армейская тактическая сумочка. Я ее назвал бы репортажной. Тут есть отделение под телефон, под рацию, под документы. Сюда помещается камера, микрофоны, пауэрбанк. В общем, все, что может пригодиться на съемке. Такой походный набор, рассказывает Михаил, там крайне важен. Порой приходилось выезжать на целый день. Бывало, возвращались и спустя сутки. Заранее нельзя было предугадать, что именно может понадобиться в полевых условиях. Приходилось быть настоящим универсалом, совмещая в себе функции журналиста и оператора, и монтажера. У нас был ВИП-подвал с душем и стиральной машиной. Ну, в целях безопасности ночевали в подвале. Наверху оставались только дежурные, но они менялись, которые слушали обстановку и с учетом подавали сигнал тревоги. Во время командировки нижневартовский журналист жил вместе с добровольцами гуманитарного корпуса. И помимо своих прямых обязанностей также дежурил. Помогал разгружать гумпомощь и развозить еду мирным жителям. И именно люди, как сами добровольцы, так и местные, больше всего поразили Михаила на Донбассе. Делал я материал о самой, скажем так, любимой нами журналистами теме ЖКХ. Тема ЖКХ. Ну, что тут может быть экстремального, героического? На самом деле там коммунальщикам приходится работать под обстрелами. Вот мы реально выезжали, то есть вот в километре линия боевого соприкосновения проходит. Газовщики проводят газ там старушки 80-летней. Тут же летают снаряды, а трактор спокойненько пыхтит, работает. А в это время другие группы латают поврежденные снарядами и изрешеченные старые газопроводы. Я убедился, что действительно экстремальные условия очень закаляют людей, рассказывает Михаил. Которые не сдаются и продолжают налаживать быт и делать жизнь более цивилизованной. Есть такой некий контраст. Идут боевые действия, гибнут люди. Гибнут не только военные, гибнут мирные. Но в то же время люди как-то стараются наладиться. Вот та же старушка, которая в 80 лет решила повезти в свой дом газ. То есть идут обстрелы, идут боевые действия, а вот ее интересует вот эта вот. У нее радость такая. Вот она наконец не будет колоть дрова, чтобы приготовить пищу, а черкнет спичкой и все готово. Поразили и дети. Мальчики там также играют в войнушку. Вот только игрушки у них серьезнее, как и игры. Вместо деревянных автоматов – настоящие каски, разгрузки, шевроны. Все как у солдат. Разговаривал два парня 11-10 лет. Они нашли эту всю игру. Они играли в ВАИ, военную автоинспекцию. Тормозили машины. Если машины не останавливались, они просто махали рукой. Если останавливались, они подходили и строго спрашивали документы. И брали штрафы. Вкусняшками, шоколадками. Иногда там кто-то кепку подарит, кто-то еще что-то. Когда разговаривал, задал вопрос, скажем так, не совсем обычный. Было ли вам страшно, когда проходили в вашем городе боевые действия? И вот просто представьте, 10-летний мальчишка, которому море по колено. Он тут почти военный. Тут военные с ним на равных дают ему штрафы, платят взятки. У него изменилось лицо. У него изменился взгляд. Он просто кем. Две недели там Михаилу показалось слишком коротким сроком, чтобы рассказать и узнать больше о том, как живут люди на Донбассе. Нижневартовский журналист вернется туда снова. В Нижневартовском районе обгон на спортивной иномарке закончился аварией. В минувшие выходные 31-летний мужчина за рулем Тойоты двигался в сторону Сургута. В какой-то момент, обгоняя впереди идущий автомобиль, он выехал на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение с автомобилем Hyundai, которым управляла 44-летняя женщина. В обоих автомобилях сработали подушки безопасности. Водители остались живы, но получили травмы различной степени тяжести. Всего за минувшие выходные на дорогах Югры зарегистрировано 7 ДТП, в которых погибли 2 человека, еще 7 получили травмы, в том числе 1 ребенок. 47 югорчан попались госавтоинспектором в нетрезвом виде. 52 водителя выехали на встречку, еще 162 нарушили правила перевозки детей. К этому часу это все новости от моих коллег. До новых встреч на телеканале Югра.